Привет всем! Хочу приготовить бутерброды быстрые. Кому интересно, посмотрите. А бутерброды будут из консервы. Часть я сделаю в духовке, подсушу хлеб, а часть поджарю с маслом подсолнечным. Духовка разогретая. 180 градусов на несколько минут поставлю, чтобы они хрустящие стали. Эти поджарю. Тем временем приготовлю такой паштет. У меня здесь айро. Я жидкость сливаю. Теперь добавлю сюда немного майонеза. Майонез у меня домашний. Где-то одну столовую ложечку. Вот так. Посмотрим, если нужно еще. Потом еще добавим. И хорошо-хорошо разминаю до такого состояния, чтобы было как паштет. Можно толкушкой даже перетереть. Но как удобно. Хлебцы готовы. В духовке минут, наверное, 5 они у меня подрумянились, чтобы хрустящие были. Оно и тут хрустящее, и тут. А внутри они такие мягенькие. Эти тоже обжарила. С двух сторон. Но эти на подсолнечном масле, на сковороде. Консерву размяла. Добавляю сюда сок лимона. Ну, чуть-чуть, может быть, одну столовую ложечку. Получится, выжимаю. Вот так. По вкусу. И вот это у меня кусочек имбиря. Очистила. Сюда тоже на мелкой терке потру. Если не хотите, чтобы попадались кусочки имбиря, можно через ситечко мелкое прямо так вот продавить. И все. Сок просто один добавить. Мне нравится. Он сильно не ощущается. Так нормально. Теперь лук зеленый порезала мелко. Ну, тоже по вкусу. Все это перемешать. Если не желаете майонез, но с майонезом получается вкуснее, можно просто жидкостью разбавить, чтобы консервы не были такими сухими. Паштет готов. Он не должен быть сухим, а таким сочным. В общем, добавляйте майонез, либо жидкость. Очень вкусно получается. И теперь просто кладем на бутербродики хлебные. На хлебцы можно хрустящие, такие тонкие, покупные, если любите. Да, кстати, когда вы имбирь чистите, вот остается немножко. Я специально оставляю, ножом вот так протыкаю и протираю кожу рук. Очень хорошо действует на кожу. Кожа прям такая эластичная, увлажненная. Красота. И на лицо тоже использую. Но потом мыть не надо. Пусть все высыхает и так остается. Кстати, имбирь натертый. Сюда вкуснее, чем сок. Он не ощущается, вот эти вот ворсинки натертые. Абсолютно не чувствуется по вкусу. Такая остринка приятная. С лимончиком. В общем, добавляйте лимон, имбирь и все остальное по вкусу. Еще сюда можно, знаете, добавить любую зелень, порезать мелко. Пекинскую капусту чуть-чуть, либо шпинат или еще что-нибудь. Укропчик. Вот такие незамысловатые бутерброды получаются. Хлеб хрустящий, начинка потрясающая сверху. Из одной банки консервов получилось 18 больших вот таких бутербродов. Гости на пороге, бутерброды на столе, на скорую руку. Закуска просто замечательная. Можете приготовить за считанные минуты, буквально 5 минут. И все. Все гости довольны. Да и вы сами. Можно хоть на обед, хоть на ужин, на перекус, на любую закуску. Тоже подойдет. Так что готовьте. Всем желаю самого доброго, настроения прекрасного и до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok